Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Хэдшот! Добро пожаловать в Warface, братишка! Ты чё, хочешь сказать, ты всю нарезку с пистолетами делал в обычных комнатах? Да, Капитан Очевидность, есть такое. Но, ты знаешь, мне тоже казалось, что это будет практически невозможно. Оказалось, всё как с Warface самим. Первые 5-6 лет тяжело, а потом привыкаешь. Но, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, а также Капитан Очевидность. Здорово, хлопцы! Красавчик! Я вот тут на медне задумался, а какое бы оружие предложить нашим разработчикам сделать за карточки? То есть, новое сборное оружие. Были разные варианты, новый дробовик, ещё что-то. Но я тут подумал, а надо бы найти такой вариант, который действительно нужен игрокам на 100%. Понимаете, вот на 100%, то есть, то, что игрокам не хватает. Причём, не хватает давно. Есть разные варианты, там, пистолеты, дробовики, но это больная тема, мы все знаем. Снайперские винтовки, которые стреляют дробью, моё предложение. Разработчики, это была шутка, не надо, прошу вас. И вдруг я понял, что, оказывается, в нашей игре есть категория оружия, которая никогда, никогда не выводилась на по-настоящему топовый уровень. То есть, какая-нибудь легендарная ветка, коробки удачи за кредиты, сборка какая-нибудь. Никогда такое оружие, по-настоящему мощное, по-настоящему доведённое до ума, не делалось, в принципе. И это, друзья, полуавтоматические пистолеты без прицела. Именно так. Дело в том, что есть категория игроков, таких как я, да и я думаю, каждый второй штурмовик-инженер, хотели бы видеть в своих руках какой-то пистолет с большим запасом патронов, полуавтоматический, с высокой точностью от бедра и с высоким сведением быстрым после выстрела. Для наших разработчиков я даже не поленился, сам сидел от руки, чертил и сделал некоторый концепт-арт. Вот он. Аркутагин, я, конечно, извиняюсь, но ты мне скажи, а чё это у него с рукоятью, у этого пистолета, а? Капитан Швейдерс, ну чё ты придираешься? Во-первых, я всё делал по канонам наших разработчиков. Они примерно, арк эти все дизайнеры вот так рисуют, ну вы помните, да? Примерно в таком же стиле и такого же качества сделал чертёж я. А что касается рукоятки, ну вот это вот снизу, как бы вот это, да? Это обычно наши разработчики примерно так чертят вместительный магазин. То есть, как понимаете, да? Это вместительный магазин. То есть у этого патрона должно быть больше 10, а лучше больше 15 или более патронов. То есть 15-20 патронов будет просто идеально. Не, ну Рачиш, ну ты ж сам понимаешь, пистолет без прицела это как-то несерьёзно. О, боже мой, Капитан Очевидность, я тебя умоляю. Пистолет без прицела это несерьёзно. Вот посмотри даже на... Ребят, посмотрите, на киберспортивные турниры играют там разные Телчик, Витскопы, там все эти ребята, там Шаолини, ну Шаолини уже как бы он дрон, ну неважно в общем, да, поняли? То есть все эти топ-пацаны, они играют, кто особенно играет штурмовиком-инженером, и те же Смиты-Вессоны, например, как они используют чаще всего? Вот револьвер Смиты-Вессон, штурмовик или инженер, они чаще всего что, входят в прицел, они надостают его на огромной дистанции? Нет, это делает медик. А что штурмовики, что инженеры, они используют пистолет следующим образом. Ворвался на плент, дал минус 3 в голову, патроны закончились, смазал, сразу достает быстро пистолет, и начинает спамить им, пытаясь попасть в голову. Именно так и используется даже Смиты-Вессон. Даже револьвер, который предназначен чуть ли не для какой-то там снайперской стрельбы с прицела, используется именно для стрельбы от бедра, спамя преимущественно в голову, либо может быть в тело, если человек по тем или иным причинам не умеет попадать, не хочет, или ситуация как бы, ну, не до этого. ИМХО и ДФЛ. Топ-игроки такую пушку на вооружение не возьмут. Капитан, очевидность, поверь мне, если сделать пистолет с быстрой сменой оружия, быстрым сведением, хорошей точностью от бедра, его будут использовать даже про-игроки. Поверь мне, и вот эти все пистолеты с прицелами, эти попугайчики, эти Смиты-Вессоны, большинство, я думаю, даже про-игроков, не будут их использовать. Преимущественно, конечно же, штурмовики и инженеры. Медики, конечно, дальше будут сидеть на Смиты-Вессоне, ну, снайперы, кто как. Я думаю, кто-то предпочтет, кстати, и новый пистолет. То есть, друзья, на данный момент ситуация такая, что в игре масса пистолетов, их много, но есть масса игроков, даже вот на про-уровне можно иногда видеть, что тот или иной штурмовик или инженер, особенно вот эти два класса, они именно спамят чаще всего от бедра. Эти ребята часто используют тот же пистолет генерала. Понимаете, да? То есть, они используют кольт. Казалось бы, пушка даже не донатная, но они используют его. Почему? Потому что хорошие множители. Потому что неплохая точность от бедра. Но кольту очень сильно не хватает, конечно же, запаса патронов. Поэтому, вроде как он и хорош, но как бы и не особо. В общем, под вопросом остается. На данный момент вообще, пожалуй, лучший пистолет для спама от бедра, особенно если ты стараешься попасть в голову, спамить, это пистолет Вальтер-99, если установить на него глушитель. Его точность достаточно высока. Не сказать, что идеально, и часто можешь прям спамить в голову и не попадать. Но в целом, точность, скучность, вот на практике я просто с этим пистолетом хрен знает сколько отыграл. На всех трех северах я длительное время использовал его как основное оружие второстепенное. То есть, как основной свой пистолет. У меня все донатные пистолеты есть. У меня даже есть за варбаксы. Помните, у нас микродиггл вводился. Кстати, тоже неплохой вариант вот стрельбы от бедра, но опять же, патронов мало. Вот. И при всем при этом, лучше, чем Вальтер-99, я до сих пор пистолета не встречал. То есть, скажем, для медика или для снайпера под вопросом. Мне кажется, что для медика намного интересен Смит и Вэтсон. И, в принципе, даже и ТЭК-9 в некоторых ситуациях может быть неплохо. Для снайпера однозначно ТЭК-9, но опять же, можно что-нибудь другое взять. Но именно для штурмовика и инженера Вальтер это просто имбище. Особенно, если ты играешь в паблики, мясорубки, где много противников, где патроны часто заканчиваются. Да и на подрыве на самом деле тоже. Достать Вальтер на ближней дистанции и поспамить в голову в надежде убить это отлично, это хорошее решение реально для штурмовика и инженера. Это намного интереснее, нежели таскать с собой револьвер всего лишь на 8 патронов. Врачи, ну тут очень легко переборщить и получится просто очередная палка-нагибалка. Капитан Очевидность, твое замечание верное. Главное не переборщить с ТТХ. Это очень и очень важно. Но дело в том, что, как минимум, отсутствие прицела уже прилично так отделяет этот пистолет от какой-нибудь потенциальной имбы. То есть, стать каким-нибудь Сигзауром 226 старым он точно не станет. Хотя бы по той причине, что у него нет прицела. При этом надо понимать, что надо ограничивать дистанцию. Поэтому я предлагаю разработчикам сделать после определенной дистанции у данного пистолета достаточно сильное падение урона. То есть, чтобы на дистанциях примерно инженера, там таких каких-то метров 12, может даже чуть дальше, ближе к штурбамым, таким, ну условным, да, этот пистолет ваншотил в голову и хорошо более-менее пилил в тело. Но на больших дистанциях, действительно, уже где пистолета вообще делать нечего, да, где классический, но не один пистолет себя чаще всего круто не показывает. Может быть, кроме Смиты Вессона, там, и попугайчика. Вот. Этот пистолет должен сильно терять урон, и он уже должен не ваншотить в голову и послабше прилично пилить в тело. То есть, за счет скрытых ТТХ надо сразу прямо нишу этого пистолета ограничить, показать, установить, что это пистолет в небольших дистанции. То есть, максимум дистанция инженера каких-нибудь более-менее дальнобойных пушек инженера. Чтобы вот там, как и ппхи инженера, он ваншотил в голову, отлично пилил в тело. Дальше ему просто делать нечего. Да и, в принципе, пистолетам, по сути, на дальней дистанции делать особо нечего. Это оружие последнего шанса. Так говорят сами наши разработчики. Но, тем не менее, то у них Killtech Sub, который мне не нравится из-за долгой смены, очень специфичный, то у них Смиты Вессон и так далее, и тому подобное, то у них какой-нибудь Таурджач, который почему-то вообще ваншотит. Пистолет – оружие последнего шанса, как вы говорите. Так вот, сделайте. Действительно мощное, классное оружие последнего шанса, которое впитает в себя все лучшее. От Вальдер-99, от Коль-19-11. От таких пистолетов, которые действительно эффективны от бедра. Очень эффективны. Сделать ему хорошие множители. Руки, ноги, тело. Высокие множители. Отличный хэкшот голову, гарантированный в любой шлем на ближних дистанциях. И, что очень важно, еще два параметра. Первое – быстрое сведение и высокая кучность от бедра. То есть, чтобы, когда ты спамишь, прицел не разлетался на пол экрана. Конечно, нужна какая-то мера. Я предлагаю сделать этот пистолет в плане сведения и в плане точности от бедра процентов на 15-20 условных лучше, чем Коль-19-11 или Вальдер-99. То есть, он должен быть ощутим и чувствоваться, что он точнее, чем эти пистолеты от бедра. Что он лучше, что он как-то более надежно, практически с гарантией на ближних дистанциях будет попадать именно туда, куда ты навел прицел. Это важно, даже когда ты спамишь. И что еще очень важно, действительно очень важно для такого пистолета и для оружия именно последнего шанса. Это, чтобы этот пистолет быстро доставался и быстро менялся на основное оружие. Ну, либо на что-то еще. То есть, у него должна быть быстрая, я бы даже сказал, очень быстрая смена. Я предлагаю сделать пистолет, который будет меняться быстрее, чем любой другой пистолет в игре. То есть, быстрее всех доставаться. В итоге, получаем, друзья, оружие, которое не является имбовым, потому что у него нет прицела. Потому что это оружие ограничено по своей дальности за счет скрытых ТТХ. Но при этом, для ценителей, именно оружие, когда ты достаешь его на ближней дистанции и спамишь от бедра, просто идеальное, лучшее в игре, которое когда-либо было. Для многих штурмовиков и инженеров это станет самый любимый ствол. В том числе, например, и для меня, когда я играю инженером. Я буду просто кайфовать, играя с таким оружием. Это просто идеально. Это то, что мне всегда хотелось. Это то, что мне всегда не хватало. И я думаю, что кто-то из вас, зрители, пожалуйста, если вы постоянно играете штурмовиком и инженером, напишите в комментариях, согласны ли вы со мной. Я думаю, что согласных будет очень много. До сегодняшнего дня ни разу в игру не вводился пистолет, чисто от бедровой, без прицела, полуавтомат, на действительно топовом, высочайшем уровне. И мне кажется, это очень большое упущение. Я не понимаю, как наши разработчики за столько лет, что они только не выдумывали. И вот этот новый Killtech Sub, что-то а-ля H-Car, и пистолет-дробовик, и все, что угодно, и кучу автоматов, нужных и ненужных, поводили. Но почему до сих пор никто не догадался сделать действительно, как они говорят, хорошее оружие последнего шанса? То есть пистолет, который будет применяться именно так, как и задумано изначально для этого второстепенного оружия достать на ближней дистанции и попытаться забрать противника. Действительно, на хорошем уровне это сделать. Блин, Юбукеш, ну все-таки умеешь ты убеждать. Пожалуй, знаешь, я даже покручу его. Капитан Чинес, я тебя обожаю. Я тут распинаюсь уже сколько больше 10 минут, что надо сделать пистолет за карточки. Ты, блин, опять за донат, говорит, покручу. Не, конечно, можно его сделать за донат, и я думаю, что кто-то уцепится за эту идею вообще этого пистолета, то, что я сказал. И, возможно, так и сделают. Но, разработчики, ну давайте по-честному. Ну, во-первых, это пистолет не для всех четырех классов. Например, медикам и снайперам он может и не зайти. Ну, как минимум, медикам точно. Что касается штумовика-инженера, то почти наверняка. Сделайте пистолет. Все-таки пистолет это не такая какая-то, не знаю, наверное, сверхприбыльная или сверхимбовая штука, ну и так далее и тому подобное, вы поняли. Особенно пистолет без прицела. Пусть даже с очень хорошими ТТХ для своей категории. Сделайте его за карточки и это будет хорошо. Я думаю, множество игроков вам скажет огромное спасибо. Просто огромнейшее. Огромнейшее. А вас, дорогие зрители, я прошу высказаться в комментариях под этим видео. Хотите ли вы, наконец, видеть такой пистолет? Не очередной автомат, не очередной револьвер с прицелом, не очередной попугайчик, не очередной там какой-нибудь киллтексап. А именно, видеть пистолет без прицела, классический полуавтомат типа Вальтера, типа, конечно же, Кольта, но с доведенными до ума ТТХ большим запасом патронов и быстрой сменой. Если это так, то мне будет это интересно почитать. Я обязательно почитаю и учту. И если желающих будет действительно много, я скину напрямую Михаилу Хаймзону данное видео, чтобы он был в курсе. И, возможно, тогда этот пистолет в ближайшее время в игре появится. В крайнем случае нет. Да. Но так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите. Обязательно. Без этого просто никуда. Я все почесал. И пистолет ведут. Муа, персик. Вообще, короче. Стоимость 1 варбакс. Даже не за карточки. Наслаждайтесь. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok